Не спешите, не спешите. Можете выпивать каву, чай, что-то пьете. И так, по-демножку, возвращайтесь на места. Я постараюсь ответить на вопросы. И кое-что расскажу. Слава Богу. Вопрос был по поводу того, что отец Сергий. Меня зовут отцом Сергий. И один отец, тот небесный отец у нас. Но вообще по церковному меня владыка Сергий, так называют. Владыка Сергий, епископ. Отец Сергий, это больше псевдоним такой у меня. А так, конечно, и отцом, и учителем, и наставником у нас действительно является только лишь Бог всемогущий. Но Господь хочет, чтобы в церкви были и отцы, и учителя. И наставники. И без тех, и других, и третьих беда церкви. Беда церкви без отцов, беда церкви без учителей, беда церкви без наставников. Но дело в том, что здесь имелось в виду, конечно, титуломания. Вот это уже, конечно, да, это другая уже беда. В традиционном православии это, к сожалению, стало титулом уже. Больших титулов. То есть человек даже и сам не возрожден, но уже, вот, отец уже. Шерепок, то и батик, как говорят. Вот, значит, и по поводу, значит, крещения детей. Я не крещу детей уже давно, с 96-го года. Вот, не крещу сознательно, осмысленно. Это одна из причин. Ну, там их было много, этих причин накопилось уже тогда, за несколько месяцев. Но одна из причин моего выхода из традиционного православия, почему я вышел из Русской православной церкви Московского Калиархата, в числе прочего, был и вопрос баптизма и бедобаптизма. То есть я, как и тысячи моих коллег, был бедобаптистом. Бедобаптизм – это крещение детей, крещение малолетних. И крещение даже взрослых, тоже называется порой бедобаптизмом, когда взрослых крестят без просвещения, без научения. То есть, хотя он и взрослый человек, но без обращения, как бы, да, без оглашения, как раньше говорили, оглашения. Ну да, без, понятно, без покаяния, да. Вот, это бедобаптизм. Я отказался от этой практики, даже еще последнюю неделю, оставаясь там настоятелем храма традиционного, я уже не крестил младенцев. Благо, неподалеку был другой храм, если что, там можно было людям приехать в другой храм и там покрестить. Но я понимал, что, знаете ли, так долго нельзя, потому что система религиозная, ну, тебя ставят просто перед выбором. Либо ты должен быть как все. Мне один батюшка говорил, ну, что поделаешь, что-то. Он понимал, что это заблуждение. Ну, он говорит, что ж, с волками жить по волчьи быть, говорит, а что поделаешь, говорит, что поделаешь. Не мы это придумали, не надо отменять. Вот такие отмазки, обычно, у священников, притом пожилых и таких, казалось бы, уже много лет прослуживших. Вот я с одним разговаривал, и с священнослужителем, я со мной иногда разговаривал о своих этих, будем так, переживаниях. Пытался искать ответы. Я думал, может быть, я заблуждился, может быть, я действительно, ну что, я самый умный, что ли, значит, ну, может, на самом деле в прелести уже, или нам нужно начитки уже ездить, уже к старцам ездил, кстати, к старцам, вот, к Науму туда, к всесоюзным батюшкам ездил, к Науму Кириллу, там, Герман Чесноков, который бес обгонял там в Загорске, там, ну, все к ним в посаде уже. Вот, значит, куда еще? Ну, да, по монастырям, по мощам тоже, ну, чем больше ездил, тем больше побеждался. Нет, это не мое, это не для меня вообще, все, это как чужое, чужое теперь уже, все. Потому что истина, познание истины, оно освобождает от всех этих неправильных вещей, она как шелуха отваливается, просто, понимаете ли? Поэтому я даже, когда встречаюсь с людьми весьма заблуждающимися, я говорю, просто любите Господа, самое главное, любите Господа и читайте Слово Его. Вот, и истина, она действительно совершает отчудок, шелуха осыпается просто-проста. Вот, и, да, вот одна из причин, почему ушел тогда, я отказался полностью от педомартизма. То есть, я стал с того времени убежденным крестителем только взрослых людей или же даже подростков, но детей, но осмысленно верующих, принявших Иисуса Христа своим Спасителем, Господом. Вот, значит, это крещение. А описанная в записке ситуация с ребеночком, с девочкой, знаете ли, молитесь за детей, даже если ваши дети крестят ваших внуков, допустим, да, ну, расценивайте это как вот, ну, благоставение только. Это не крещение, это, конечно, в лучшем случае это благоставение. Зависит от мотива, конечно, вот, значит, родительского, взрослых людей. Если мотив суеверный, там, ну, допустим, как вот на практике бывает, там, надо бабушке вести, там, какой-то шептуни, допустим, значит, да, значит, там, колдуну, вот, значит, там, ведьма не принимает без крещения, то. Или, допустим, там, суеверная причина, там, чтобы ребенок спал лучше, допустим, значит, чтобы, как в детской больнице в Орле был случай, там, из жизни, как, из практики. Там, значит, с ребеночком сидела одна женщина и другая, посреди бабушка. У одной ребенок спит себе, хотя в шум, там, или гам, значит, ребенок спит себе, спит себе и спит. А вот другой вообще, он вообще, ну, и кричит, и все, значит, ну, и бабушка решила, как бы, здесь сумничать и говорит, видимо, не крещеный, вот и орет, как резанный, как у тебя. А мама молодая, ну, такая, на эмоциях, ну, на нервах уже, значит, столько в очереди там они там находятся. Вот как раз крещеный, как раз, говорит, вот, крестили и все, вот с тех пор орет, как резанный просто вообще, с самого крещения. А вторая мамаша сидит, значит, и говорит, у меня не крещеный, и все, вся религиозная имитация на смарку, знаете ли. Вот, значит, ну, это, в принципе, 50 на 50 был вариант, в общем-то, да, могла угадать, а могла не угадать. Вот такая рулетка дьявольская. Но по-настоящему-то это весьма недостойно, вот, отношение к крещению, как именно средство там, вот, как у мусульман, допустим, в Турции есть вот такое суеверное отношение, чтобы ребенок там, он был, как бы, ну, обезопасен, как бы, значит, да, сохранен. Это не, крещение не для этого совершенно. Это благоставение, да, вот помолиться, да, в церкви, да, поэтому в основном люди приносят в храм, но все-таки надо разъяснять, как благоставение, да. Иисус благоставлял, мы благоставляем, молимся за детей, слава Богу за них. Да, значит, но крещение – это обещание Богу служения доброй совести, или испрашивание у Бога доброй совести. И то, и другое имеет в виду именно сознательный акт самого человека, верующего человека. Это как присяга царю царей, Господа господствующих, вступление в завет с Господом, принятие этого завета, нового завета. Вот, я так расцениваю, и я, конечно, погружаю с удовольствием. У нас обычно, на практике, вот в Киеве, у нас в церкви, на Днепре обычно мы летом совершаем крещение каждый раз. Хотя, бывало, что и зимой, да, мы там пару раз, или три раза, не помню, зимой там проводили как-то, но обычно мы все время летом крестим. Прямо на Днепре, красота, там и народ смотрит, тоже, значит, это, как бы, еще имеет такую направленность, евангелизационную направленность. Такой, да, там, нет-нет, на пляже кто-то там услышит Божье Слово, значит, знаете, и кто-то задумается там, и прочее. Вот, а когда там доходит дело до помазания елеем, так весь пляж сбегает обычно, все хотят, чтобы их помазали. Ну, елей на всех хватает, там, молимся, за всех плоды оставляем. Вот, значит, так что, вот, и, да, я крещу по традиции православной, там, троекратное погружение в воду, вот, значит, хотя, хотя, когда в гостях крещу, бывает, в некоторой баптистской церкви, я, в Калуге, допустим, участвовал баптистском крещении, баптистской церкви местной, значит, или в пятиатническом братстве чаще, как крестители выступают тоже иногда, вот, или же в харизматических церквях тоже, вот, участвовал не раз в таких больших массовых крещениях, тоже, как, в роли крестителей тоже выступал. Мне нравится, в принципе, чушь. Вот, я крещу, как у них принято, обычно, протестантскими, в одном погружении, там, и все, значит, там. Мы как-то в Филадельфии проводили крещение, в Киеве, там, значит, на Гласевской, значит, и там помощь был Михаил Степанович, там, братья собрались, вот, значит, обсуждали вопрос крещения предстоящего, ну, и мы там вклинились тоже со своей группой, значит, готовящиеся к крещению, решили совместно, так, вот, провести, у них там баптистели большой, там, в молитвенном доме, ну, и, думаю, и наших погрузим, там, как раз, вот, заодно. Вот, да, как раз было дело, так, зимой, где-то так, по осени уже, вот, ближе к зиме, и, ну, и там, Михаил Степановичу, значит, жалуются, там, братья, один там, пресс-фитер какой-то говорит, у нас с прошлого крещения была жалоба, говорит, целую партию христиан не докрестили, хах, не докрестили, а вот такое буквальное выражение у них там было, не докрестили, а вот так, говорит, значит, погружали, но хохолки сухие. Вот, у кого-то ничего, у кого-то истерика, потому что там нашлась какая-то такая бабушка мудрая, и она давала там критиковать, прям, там, прям, на служении, говорит, грехи-то остались у вас, сухо. Короче, там, кого-то, по-новому погружает, ну, а кто-то, это, мимо ушей пропустил, и все, ну, все же люди разные, знаете, вот, значит, а другой, по-моему, с белой церкви, что ли, ну, кто-то еще там был, с гостей, с области, и говорит, а у нас, наоборот, была жалоба, что перекрестили, как-то, а вот, там, крестил, там, пресс-фитер, они там, у них, значит, какой-то культурист, там, значит, там, качок, значит, там, значит, рука с голову, значит, и, короче, он, он еще погружал, и еще молился, что-то, медленно, медленно, короче, доставать, или там, наверное, с бутбашками, как-то сюда, говорю, ну, да, там, жалобы были о скрещении, говорит, да, у кого-то тоже истерика была, под малой уши, вот, ну, там, Михаил Степанович, там, говорит, ну, ничего, если даже не докаялся, докаяться, короче, да, дело было, я говорю, а потом меня спрашивают, ну, а как у вас там? Говорят, а у нас вообще нет проблем, у нас троекратное погружение, уж какой-то раз уж точно погружу, наверняка уже, и столовый будет мокрый, и все, и все будет, вот, так что, все нормально, но, самое, нет, нет, крещение, это здорово, это весело, и вообще, мне это нравится очень хорошо, вот, тем более, много чудес происходит на практике, именно в крещениях, не знаю, вот, я как-то замечаю, что, вот, очень многие у нас получали исцеление, прямо, вот, в момент водного крещения, при том, от таких хронических, очень многолетних заболеваний, таких, вот, и очень, для меня, для меня это очень хороший знак, такой, знаете, вот, ободрение такого, Аллилуйя, спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо, так что, если соберетесь летом нам крестить, нет проблем, я легким на ногу приеду, по крещетам, да, Вот, это классно, вот, ну, но самое, а, мне рассказывали про одного пастора какого-то, он заказал это, еще в 90-е годы, там, было крещение, где-то там, на море, Океане, короче, значит, заказал оркестр городской, значит, там, оплатил, и они играли по хороду марш, чтобы, чтобы, там, там, весь пляж сбежался, Сектант охорони, как будто бы, а он, по откровению, такое получил, как бы, значит, там, не знаю, были, не были, но, вот, за что купил, за то продал, Значит, что, да, значит, люди заходили в этих одеждах, значит, прям туда, под, значит, вот эти вот похоронные звуки, вот, так прониклись, даже старые верующие карились, короче, Прочувствовали, да, да, вот, значит, но зато, потом, когда всех, там, погружали уже, то выходили уже все, тоже оркестры, Игра уже что-то там, ну, может быть, наше, еврейское, модельсонное, я не знаю, что-то еще, короче, что-то хорошее играло уже, Такое, позитивное, вот, ну, и, как бы, для неверующих это было тоже такое, как бы, научение, напоминание о постоянных злах, Слава Богу. Так, друзья, и дар пения, пишет, а, кто-то, а, может, Господь положит тебе на сердце петь псалом Два года назад, на днях поста, короче, я пел хатипу, да, хатипу, очень сильно, да, здорово, я очень люблю Этот гимн Израиля, и эта песня, ставшая гимном Израиля, хотя сейчас говорят, там уже давно конкурс объявляли, Какой-то другой гимн еще, возможно, родится вскоре, но, вот эта песня, она действительно, это история, Это песня молитвы, это песня, ну, знаете, да, вот это вот Сердце не угаснет священный огонь, будет стремиться еврейская душа, Будет стремиться к востоку, на Сион, в землю в отцов, что Бог нам обещал Нам надежда освящает путь, мы две тысячи лет ее храним Будем снова народом и свободным на Сионе, в Иерусалиме И действительно, великое чудо Бог совершил в 20-м столетии, главные геополитические чудеса тысячелетия, второго тысячелетия христианской истории, да, вот, И 20-го столетия, однозначно, это два чуда, первое, это в 48-м году, 14 мая, да, это провозглашение независимости государства Израиля, возрождение еврейского государства, Когда Бен Гурион зачитал Декорацию независимости, это действительно чудо Мне некоторые говорили, уже многие, в принципе, даже христиане и евреи порой, иудеи, говорили, что ведь это не совсем чудо, потому что это Людьми было сделано, как правило, нерелигиозными совершенно, или же далекими от религии Я говорю, каждый раз таким товарищам, я говорю, знаете, от этого это чудо становится еще более чудесным Если бы это сделали люди верующие, набожные, религиозные, я бы прославлял Бога, конечно, все равно Но, так как это было сделано руками, как правило, люди нерелигиозных, неверующих, ну, неверующих, это сложно сказать Даже Бен Гурион, хотя его обычно у нас неверующим представляет, но многие его, он даже говорил, что для того, чтобы быть По-русски там интересно Реалистом, как бы, реалистом в Израиле, надо верить чудеса Чтобы быть реалистом в Израиле, надо верить чудеса Да, а второе чудо было в 67-м году, да, Иерусалим наш, Иерусалим снова стал еврейским городом Под контролем Израиля и де-факто столицей израильского государства, еврейского государства, столицы Израиля Хотя только, вот, только, только, только стало признаваться мировыми державами Благодарю Богу, что президент США Дональд Трамп признал официально Многие другие сегодня политики уже мало-помалу начинают признавать этот факт Действительно, тот же самый Бен Гурион говорил Интересные вещи такие А, ну, Голдомайер говорил, Голдомайер говорил Что, по-моему, она, могу ошибиться, ладно Что, значит, у нас есть право на эту землю не решением ООН Или кого-то еще, а решением Слова Божьего, решением Библии, решением Бога Вот, и это самое-самое великое Поминальные обеды, вот, и тоже брат подходил, как раз спрашивал, значит, там, конфеточек с могилкой Или что-то еще, поминальные обеды являются ли это религиозным акультизмом Значит, и да, и нет Я понимаю, что это не повредит нам, верующим, если мы покушаем этого всего Но я объясняю обычно себя в церкви так Что ради тех, кто это все делает, ради них, не берите Почему? Потому что у вас есть возможность Особенно в трудовом коллективе, где люди знают друг друга У вас есть хорошая возможность как раз засвидетельствовать о вашей вере Говорить о том, что вы евангельский мыслящий человек Верующий, библейский верующий человек Что вы молите за живых Уважаете память, чтите память умерших, да, значит, безусловно Выражаете соболезнования Конечно же, плакать с плачущими, это действительно, это правильно Но участвовать в этих трапезах, нет, это не для нас Вот, можно ли мыть цветы на могилу, почему бы нет Я обычно по старой еврейской и, кстати, татарской тоже, значит, по крайней мере Казанской традиции тоже камешки ношу обычно, камешки Вот, на могилу, даже дедушке своим, допустим, Галя Ахмеда, да Вот, да, по традиции, вот, камешки приносим Вот, но обычно в украинской культуре принято цветы, допустим, да Дарить умершим, значит, да, как бы приносить на могилу, там, значит, там Ну, вашу, я не знаю Главное, ваше отношение, да, как память Почему камешки? В еврейской традиции камешек, да, ложим Ну, это, как бы, знак нашей, ну, одно из объяснений Вот, вечной памяти, вот, такой постоянной памяти Вот, знаете ли, да Когда приходишь к православным верующим на Пасху Можно ли есть Пасхи? Не является ли это грехом? Опять-таки, тоже грех, не грех А нож, знаете ли, идол в мире ничто вообще Вот, можете съесть такую вещь и глазу не моргнуть, знаете ли Но, я лично в этом не участвую, да, надо в ножи И, когда я понял, что это, значит, влияние языческого, вот этого, прошлого Нет, не для меня Есть, смотря как Если вы это съедите, допустим, не знаю, ну, разные бывают обстоятельства Даби тоже не имел права есть священных хлебов Но было такое обстоятельство, что он съел, вынужден был съесть Вот, и ничего и не подавился, и не погожнулся Значит, Бог не осудил его, между прочим, за это Вот, вот, но я отказываюсь съесть по причинам Потому что это оккультный обряд И было привнесено в христианство извне Вот, это не мое Поэтому в своей церкви, да, я говорю так вот Не знаю, как У вас Идите куличи или нет Некоторые протестанты тоже пекут уже эти куличи Это фаллический культ поклонения Богу Блодородия Это мужского полового органа, как божеству воздается от поклонения Вот, и в древности на этом были помешаны все народы Так или иначе, кроме еврейского народа Все были на этом помешаны Больше или меньше Значит, и вот эти столбы ставили всякие там и прочее Вот, значит, и в Японии там до сих пор на этом повернуты люди Вот, значит, к сожалению Вот, значит, и во многих народах это практиковалось Просто в христианство, это вот в шестом столетии было привнесено Исторически это вот была такая царица Хеодора Сейчас, сейчас Император Юстинян В истории слышали, помните? В Стамбуле кто-то был? Мечеть большая, да? Бывший храм Святой Софии Огромный собор, Софийский собор Константинополя В шестом столетии постройка Это как раз его детище Это его строительство Вот это, чтобы было вам с чем связать Будете в Стамбуле, заходите, посмотрите Это впечатляющее зрелище, действительно Значит, и этот храм Это был православный храм когда-то Огромнейший в то время В шестом веке это была самая крупная религиозная постройка Это было действительно Огромнейшее сооружение религиозное И гонцы, вестники Князя Владимира Великого На улице мы его как раз Одноименно находимся Значит, они когда приехали С той службы Божьей Когда они побывали там В храме, они даже сказали Князю, князь Мы не знаем где мы были На небесах или на земле Настолько все это впечатлило Они как будто бы побывали на небесах Хары, люди пели Акустика потрясающая Слава Богу Да, и вот Естиньян Он Да, у него были свои проблемы Он решил жениться Но Как помните Все могут короли Все могут короли И судьбы всей земли Вершат они порой Но что они говорили Жениться полюбили Но Естиньяну получилось Как он считал Ну пришлось за бой переписывать Пришлось много кого репрессировать Но у него получилось жениться Как он Как он понимал Любовь Это была Как Жариновский говорил Женщина нетяжелого поведения Вот Значит Так Мягко говоря Вот Значит И Владелица Огромного бизнеса Целая сеть публичных домов По всей империи Значит Тысячи Гомосексуалистов Проституток 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 Значит Работали на этот бизнес Это была Такая бизнес леди Но она начинала С простых Портовых проституток Но Построила огромную карьеру Огромный бизнес построила И в конце своей карьеры Ее клиентами Театуры были Ну олигархи Там как бы Богатейшие люди Страны Империи Представьте То есть она сделала такую Ну головокружительную карьеру В своем бизнесе Вот Значит И под ее началом В условиях коррупции Тотальной Византийской Значит Официально их не было Но они везде были Во всех городах Были публичные дома Вот И отдельно практикующие Проституты И проститутки Значит И все платили ей Деньги И она Была Вот Женщина Очень богата Весьма На этом бизнесе Вот И Также поставляла Она Тогда Педофилия Процветала Византия Значит Чрезвычайно Вот Поставляла Сотни Мальчиков Для Этого бизнеса Вот То есть Она как бы Женщина была Такой Крайне Развращенной Значит Хотя Говорили Что она была Весьма Красива Значит И даже Ну уже Бажал Была уже Ну пожилой Женщиной Но Такой Была Ну Очень красивая За собой Следила Часами Проводила В этих Знаменитых Ваннах Из молока И меда Там И что-то еще Короче В молоке Отмачивалась Постоянно Вот 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 такая Была женщина И Представьте Вот Она Безуродная Совершенно Вот Значит Просто Ну как бы Обычная Да Значит Не дворянка Там никто Значит Но Вот Когда она Стала Ну как Не познакомились С инкератором Просто Вот эти Олигархи Между собой Тоже Яшкаются Там Значит И Государю Ему Поставляли Там Проституток Проституток Значит Ну как бы Он был Очень разборчив А здесь Сказали Есть Вот эта Женщина Короче Царь Она Короче Супер Проститутка Вообще Значит И Значит И Ну Камасутра Отдыхает Вообще Значит И Ее Прогласили Во дворец И на самом деле Царь был В восторге Вообще Больше Никого ему Не надо было Вот Только Ее Поставляли А потом Он вдруг Предложил Ей Руку и сердце Это было Шоком Для всего Двора Вот Первая леди Должна была Стать Проституткой Конечно Это было Шоком Для империи Вот Пришлось Там Много Кого Репрессировать Недовольных Значит Пришлось Законы Переписывать Империю Вот Но Он женился Женился Но Изменился Так Что Знаете Как бабки Сводили Говорят Даже Неверующие Историки Они Видят Ну Как бы Два разных Императора До Женитьбы Он был Такой Ну Довольно Обычный Типичный Тиран Заключал Мир Объявлял Войну Значит Там Грабил Свои провинции Там Ну В одним словом Такой был Где-то Самодур Самодержавный Такой был Но Знаете Женевшись Вообще Он изменился Настолько Что даже В быту Стал Беспомощным Он стал Таким ярко Выраженным Подкаблучником Что Даже Внешне Политика Вся И внутренне Строилась Только лишь На том Что Феодору Скажет Вообще Феодора Стала Такой Новозаветной Изавелью Классическим Притом Значит А Юстиниан Стал Таким Ахавом Да еще Хуже Чем Ахав Намного Вот Он стал Вообще Ярко Выраженным Подкаблучником Даже в буту Он стал Беспомощным Вообще И Лишь он Утверждал То что Феодора Говорила Даже доходило До маразма Там Иностранные Делегации Начали шли Во дворец Царицы И на Как бы Утверждение Если она Утверждала Тогда уже Царь уже Просто Ну как бы Фиксировал Это все И вот Для Евангельских Верующих Это были Очень темные Времена Это было Мрачное Время Для евреев Оно стало Еще более Мрачным Дело в том Что Феодора Это Кстати Она И он И Естиняна Феодора Официально Святые До сих пор В православной Церкви Понимаете Кстати В Москве Есть одна Из Церквей ЛГБТ Православных Церквей Ну такая Странная Вот Там Где Венчают Таких Странных Людей Ориентации Да Значит Вот там У них Там Даже Показывали По мостям Даже Иконы Висят Феодоры В том числе То есть Они Видимо Знают Историю Святых Интересуются Получается Своей предысторией Вот Значит Да Ну Ладно Там еще Царица Ирина Тоже Тоже Святая Официальная Святая Которая На острове Лезвус Была ее Резиденция Основная И кроме Иконокочетания Порнографии И Лесбийской Любви Для нее Были другие Еще утехи Это Грабеж И убийство Вот Как бы Ну а так же Она стала Святой В православной Традиции Тоже Вот Значит Хотя Священники Многие Как оправдывают Вот эти факты Они обычно Говорят так Традиционные Священники Что Ну Ради Деяний Как бы Вот Некоторых Исторических Прощаются Все грехи Ее Допустим Ирина Оправдывают Тем Что она Восстановила Икону Почитания В стране Почитание Мощей Крестов Икон Вот ради Ее Вот этого Деяния Как бы Прощаются Грехи Ее Тяжкие Вот Феодору Примерно Так же Оправдывают Значит Ну И вот Для евреев И для христиан Евангельские Мыслящих Наступили Темные времена Потому что Феодора Была Ярой Антисемиткой Кроме того Что была Очень развращенной Женщиной Она была Ярой Антисемиткой Там Разные версии Есть историков Одни говорят Она сама Была Полукровкой Другие говорят Что Из выкрестов Ее родители Вроде Как бы Там Всякие Мнения Есть Есть мнение Что Ее обидели В бизнесе Насчет Евреев Короче Разные Как бы то ни было Она Ненавидела Евреев И Став Первой Леди В империи Царь Ну понятно Царица Принимала Решение Законы Законы Были Абсурдные Вообще Евреям Не жить В империи Вообще Стало Реально Если раньше Откупались Хотя бы Евреи То есть Платили Большие деньги И власти На местах Закрывали глаза На то Что они Соблюдают Шаббат Обрезание Моренцев Совершают И Кашрут Держатся Кашрута Вот значит Как бы И Ну Откупались Откупались Себе право Как бы Оставаться Иудеями Да То с момента Ее Вошественного престола Все Нельзя было Откупиться Даже от местных Властей Потому что Были преследования За все Убеждения Религиозные То есть Если ты Отказывался От принятия Христианства Значит Публично В присутствии Свидетелей То тебя жила Смертная казнь А предлагали Всем и каждому Приходили И попробуй Откажи Знаете Все Смертная казнь Поэтому Большинство Семей Богатых Евреев Даже были Вынуждены Уехать Значит Из страны Были вынуждены Уехать Значит В эти Ну В другие страны Как быть Потом Кстати Ну ладно Тоже Другая история Ладно Значит Так вот И Феодора Среди прочего С юстинианом Они Вот как Изавель Сахавом Они стали Истреблять Вот Божьих Служителей Вот Те христианские Служители Которые держались Библейских Принципов Норм Не только Знатные люди Были богатые Многие Репрессированные Не одобрявшие Брак короля Значит Нарушавшие Законы Империи Но И Епископы Которые Выступали Против Судовии Против Либеризации Этих Публичных Домов Против Там Этих Всех Вещей Они были Ну Их не казнили Как правило А Снимали С должностей И В ссылку Или в изгнание Отправляли Значит На их место Ставили Новых Служителей Как правило Даже Просто из чиновников Даже порой И Весьма Крайне Развращенных Которые Одобряли Вот Действия Вот Императрицы И прочее Вот Папа Римский Он Противился И Западные Епископы Выразили Свой протест Несогласие С политикой Этой Ну Формально Была одна империя Понимаете Одна Как бы Но Ну Де юре А де факто Уже Было Некоторое Разделение Ну Не было Еще В 11 Веке Только лишь Было Разделение Такое На запад Восток Но Но Фактически Уже Разделение Уже Было Готово Так вот И Вот Знаменитые Куличи Да С Крашеным Яйцами Это же Как сказать Вот В древности В то время Допустим Да Публичные дома Не могли Там Вывесить Допустим Вывеску Свою Что Насчет Это Публичный дом Потому что Официально Не было Этого Византии Очень Дело Значит Православие Формировалось Очень Как Религия Такая Весьма Лживая В то время Византия Весьма Лживая Почему Потому что Написано Одно Подразумевается Другое Делается Третье И Понимаете Отступление От Слово Божьего Когда Библия Это Святая Книга Да Но На ней Можно Даже Присягать Все Но Делаешь Все По-другому Это Весьма Весьма Печально Конечно Вот И Так Вот И Вот Эти Куличи Это Были Знаки Блуда Будем Договорить Или Отдельно Практикующий Проститут Или Проститутки Или Публичного Дома Если В город Входил Человек В то Время И Ему Нужно Было Такое Заведение Как В России Дом Церквимости То Тогда Он Видел Хлебобулочное Изделие Которое Поливалось Глазурью Такой Которая Означала Все Извержения И Все Это Выставлялось Для Обозрения Чтобы Люди Могли Заходить Потому Что Уличная Продография Была Тоже Запрещена Только Внутренняя Не Позволялась Поэтому Не Могли Делать Ни Выписки Ни Рисунки Как В древности Делали Римляне Допустим Археологи Находят Массу Таких Моментов Вот Поэтому Оставались Только Вот Такие Варианты Хлебобулочные Изделия Выставлять Для Обозначения Подобного Дома Вот И Представьте Феодора Я не буду Там детали Рассказывать От Таких Прошлых Очень Но Вам Уже И так Понятно Что Это Зло Так вот Феодора Она Приказала Ну Она По сути Это была Хотя Юридически Это был Император Этот Сам Юштиняна Так вот Приказала Вот Подобно Эти хлебобулочные Изделия Выставлять В храмах Выставлять То есть Смешать Публичный Дом И Церковь Вместе Понимаете Сейчас Как бы Люди Не видят В этом Никакого Криминала Когда На Пасху Приносят Подобное Безобразие То Понимаете Сейчас Даже Большинство Об этом Где-то Что-то Слышали Конечно Где-то Что-то Какие-то Программы Телевизионные Есть На эту Тема В интернете В конце концов Там полно Материала Но Газеты Какие-то Журналы Есть Но В то время Все это было Свежо И люди Видели Что В церковь Приносят Знаки Будда И она Приказала Что До того Времени До середины Шестого Столетия Христиане Себе В основном Хрустели Матсой Опреснок Ели На Пасху Вот И для Большинства Населения Как бы Это воспринималось На Востоке На Западе Еще Так 50 на 50 А на Востоке Как Нормальным Считалось Потому Что Пасха Имеет Другое Нименование Еще Праздник Опреснок Вот Дни Опресночные Поэтому На Пасхальной Неделе В основном Хрустели Матсой Но Феодора Приказала Что По страху Смертной Казни Кто будет Ездить На Пасху На Неделю Пасхальной Опресноке Смертная Казнь Для Простого Человека Для Священнослужителя Нет Не Смертная Казнь Просто Решение Всех Мегалий Служения И Изгнания Из Городов Или Даже Из Страны Вот Значит Или Тюремное Заключение В зависимости От Решения Судей Значит И Всех Обязали Есть Эти Куличи По страху Смертной Казни Вот На Западе Отказались Кстати Даже Ну Говорят Историки Многие Совпадения Я думаю Это не просто Совпадения Чарльз Педжин В 19 Веке Он Говорил Интересно Что Его Величество Случай Это Псевдоним Его Величество Господа Бога Когда Он Напрямую Под Своим Именем Не Работает Он Работает Под Псевдонимом Его Величество Случай Знаете Да Значит И Вот Такой Случай Произошел Который Изменил Вообще Ну Все Настолько Бунтом Феодора Была Разъявлена Непослушанием Западных Епископов И Отправилась Против Своих Подданных По сути То есть Это Ужасно Обогрились Мечи Кровью Бы Но Не Обогрились Опять Так Его Величество Случай Корабильщики Полагали Что Они Опытные Были Моеходы Полагали Что В это Время Года И По всем Приметам Не будет Никакой Проблемы Им Будет Уже По Средиземному Морю Не вдоль Берега А Побыстрее Укоротить Дорогу Но Получилось Не по Ихнему Разыгралась Буря Которая Потопила Почти Весь Флот Византийский Вместе С десантом Оказался На дне А корабли Которые Уцелели Они Пришли В такое Состояние Что Не были Способны Дальше Продолжить Своё Мерзкое Дело И Сорвалось А в Это Время Что Происходило Этот Случай Не просто Случай Знаете Почему Объявили Дями Поста И молитвы Они же не знали Они молились Просто Постились О спасении От своего же Государя Представьте От своего же Императора Потому что Ну Вот Ему шли А под пост И Феодора Такая У него Значит Феодорина горе Значит И Они молились И вот Такое Произошло Так Феодора Не угомонилась После этого Даже Представьте Она с больной Головы своей На здоровую Угволила Всё Мол Вот Папа Римский И Все его там Эти епископы Мол Они мол Вот Магией Всякой занимаются Значит Прокляли Вот Нашу доблестную Византийскую армию Значит И потанули Мы Потанули Солдаты Но Уже Не было Ни денег Ни времени Ни возможности Новую армию Такую собрать И вот Именно Шестого столетия По сути Вот это вот Фактическое отделение Запада и Востока Она уже Сосстарелась Хотя До июре Это только в 11 веке Но благодаря Самодужеству Самоправству Феодоре Юстиниан Это все Имело Клин такой Знаете ли Как вот Ледниковый период Мультик Белочка Там нарежет Бац И трещина пошла Как бы Это еще Не со мной Но уже трещина пошла Разделение Вот Так что Понимаете На что Я Почему не ем Потому что Оно мне надо Не, не надо Я Лучше Со спокойной совестью Похрущу мацой Вот Так что Скоро Пасха И ешьте Побойши мацей Так На днях Поставим молитвы Что в России Тебя преследовали Хотели убить Ну не раз уже Хотели убить Вернулся в Россию Почему Бог ведет Опасности есть Но Самое безопасное место Из моей практики Вот я Уяснил для себя Это там Где Бог тебя хочет видеть Самое безопасное место Вот И наоборот Помните Там Троцкий Хотел убежать От Сталина Вообще В такую спокойную Мексику Ему казалось Да Ну а И там Ледоруд нашелся Вот Бандитов прислали Не раз уже Заказывали Мои же братья Но Бог Хранит Оберегает Вот Для его работы Ну видимо Некому больше Сниматься этим Надо Как-то Расскажите пожалуйста О том Что такое Доходы А Какие доходы Ух ты Имеют православные Священники Ух ты Да вы что Вам все расскажи Покажи Из каких Таких Источников Они получают Зарплату Вау Кто финансирует Серьезные вопросы Слушайте Лучше Я воздержусь Наверное Строительство А Потемя Да Да Но обычно Если серьезно Приходы Спонсируют Священников Содержат Это нормально Священников Вот Памятники Различным людям Писателям Поэтам Идут Спрашиваются Не памятники Дело Конечно А в нашем отношении Если Человек Он Почитает этот памятник Для него Это идол Конечно Вот А если просто Как памятник Напоминание Памятник Я молюсь о том Чтобы В России В Украине В Беларуси Здесь путешествуют Я проповедую Чтобы были Памятники Пробуждения Обычно Раз Боли дорогие Здесь Видно В крест Какой-то Памятник Сбили Кого-то Кто-то Погиб А вот Здесь Раз Я приезжаю Порой Мимо Некоторых Мест Здесь Было Воскрешение Из мертвых Там Было Еще Одно Чудо Там Вот Такие Памятники Нужны Конечно Напоминание Максим Максимов На вопрос Что Вы делаете С яйцами Я ответил Я их Жру Ну это Похоже на него Я Максима знаю Просто Он на кой Да Он за словом В карман не лезет Откуда Взялся Окраски Не Максим Он конечно Прикорист Я конечно Такой Я ему Как-то сказал Был у него В Алмате Еще Он был На регайном Положении В Казахстане Значит Я ему Сказал Как-то Христианин Напомнил Слова ему Профанова Ивана Степановича Христианин Неисправимый Оптимист Ну он Тут же Отвечает Своё Понимание А Пессимист Говорит Это Информированный Оптимист Ну что ж Пришлось Отвечать Я говорю Что Пессимист Это говорю Неправильно Информированный Оптимист Или Дезинформированный Оптимист Потому что Бог наш Он самый Информированный Из всех Информированных И однако же Он оптимист Он до сих пор Нам верит Слушайте Вообще Он до сих пор Нам доверяет Верит И любит И Ой-ой-ой Хотя знает Всё Поэтому Думаю Вот это да 7 апреля Православные Отмечают Праздник Благовещения Вот это Вы Воскресенье Да Евангел Луки Архангел Гриил Сказал Марии Что она Изначает От Духа Святого И родить Сына Через 9 месяцев Родился Сын Иисус Благовещение Можно И назвать Начало Нового Завета Можно Наверное Да Это же А событие Нового Заветное Празднуется Вообще Вспоминается Новозаветное Событие А вообще Новый Завет Начало Само Де Юре Это Вот Тот Последний Ужин С учениками Когда Последний Сентр Еврейский Будем договорить Ветхого Завета И первого Нового Завета Когда Иисус Он Вчера Говорил Да Сказал Что это Чашей Новый Завет Мои Кроми Значит И этот момент А второй момент Когда уже Реальная Кровь из него Была Из стекла И он Воскрепенность Совершилась Чем опасен Венигиозный Экультизм Общение с бесами Вообще Никогда Доброго не наводят Примеров Очень много Приведу Но уже Завтра Думаю Волшебников Но когда Сам пришел Сам пришел И В общем-то Так и получается Очень часто Те, кто Борются Но Бога До конца Не слушаются Они потом Сами же Им ляпаются В то С чем борются Жизнь Это показывает История Это показывает Библия Это показывает И вот Тот самый Саул Оказался В Эдоре У волшебницы И спиритизм Там есть разное мнение Что же все-таки Там произошло До сих пор Есть очень разное И в христианстве И в иудаизме Разное есть мнение Что это было такое Кто это был Все-таки Но Что бы это ни было И кто бы это ни был Самый главный Для нас урок Не в том А в том Что Ослушание Непослушание Слова Божьему Это то же самое Что и холдовство Противление Слова Божьему Бунт против Бога Против его слова До добра Не доволит И Самое действие Окультное В жизни Саула Обращаю внимание Наверное Перечитывая Я каждый раз Обращаю внимание На эти моменты Что и ваше Хочу обратить Свои внимание Что Саул После этого Он как бы Упал духом Вообще Самое страшное Что делает Общение с бесами Это Атрофия Какая-то наступает Духовная Душевная Человек Не способен Покаяться Как бы Он Отчаивается Он Закрывается Это самое опасное Состояние Самое печальное И в жизни Саула Он так хорошо Начинал Слушайте На старте Красавец Но так позорно Финишировал Это очень хороший пример Но из жизни Из истории Христианства Очень масса Примеров Какие предметы Какие предметы Могут быть Использованы В религиозном Оккультизме Да любые Абсолютно любые Здесь нет Ограничений Абсолютно Любые предметы Тот же самый Крест Иконы Это вот Такие классические Примеры Вообще Самой бульгарной Формой Самой извращенной Формой Идолопоклонства И религиозного Оккультизма Завтра буду Говорить О том Является Почитание Человеческих Останков Является Почитание Мощей Это Самая извращенная Из всех Извращенная Форма Идолопоклонства Это прямое Общение С бессами Вот И конечно Это Весьма печально Что В правоостанной Традиции До сих пор Сохраняется В католической Так В 50 на 50 Значит Израильтяне Уничтожили Некуштаны Как Обращенным Поступить С иконами Не знаю Иконы Разные бывают Тоже У нас тоже Есть иконы И дома И в церкви В собрании Но иконы Иконы Рознь Тоже Иконы Которые Для Допустим Библейской Истории Тайной Вечери Тоже самое Иисус Пожалуйста У нас в церкви Есть И дома У нас есть Хотя Лучше На практике Лучше Вообще Этого не иметь Конечно Особенно вам Пратестантам Оно надо Оно вообще Не надо Там-то еще Как-то надо Православным Реформаторам Вообще Вообще Это не надо Вот Поэтому Лучше Откажитесь От Всякого Рода Икон Потому что Хотя Некоторые говорят Не так Что я Допустим Дома Имею Икону Но я К ней Не обращаюсь Я Только К Богу Но бывают Такие моменты Соблазнительные Знаете Когда человек Сам Не понимая Как это Происходит Он Обращается Перед иконой Становится На колени И все В нем Это Печально Это конечно Вот Примеров Тоже Более чем Достаточно Поэтому Лучше Этого не иметь Конечно Вложения Не иметь Я не знаю Как будет у нас Дальше в церкви Честно говоря С иконами У нас нет Своего здания Своего Помещения Даже Мы арендуем Помещение В Киеве Если будет Что-то То как оформить Я не знаю Может быть Одно из предложений Моих Живые иконы Сделать Допустим Купить эти Большие Плазмы И пусть там Все время Будет Слайд-шоу Включено Разные Библейские Сюжеты Допустим Фрагменты Какие-то Из фильмов Об Иисусе Какие-то Картины Чтобы Эти слайд-шоу Не будут провоцировать Человека К почитанию К поклонению То есть Как икона Но живая Такая картинка Или же Фрагменты Какие-то Эпизоды Короткие Эпизоды Из фильмов Этих Нарезать Об Иисусе Из Нового Завета Пусть это Живая Икона Вот Или же Вот Или как здесь Допустим Раз Проект Тоже Значит Вроде Картинка Есть Но Не целуем Хотя Люди могут Из всего Помудриться Сделать И было И я Кстати да Где-то здесь В этой области Днепропетровска Был в Днепре Тогда В Днепропетровск Когда начнем Потом мы ехали В Харьков Это было давно 2002 Наверное Год еще был И Значит С братьями Ехали на машине А И где-то на границе Между Харьковской Днепропетровской Области Значит Братья сказали Друг А у нас есть время До служения Еще в Харькове И мы можем заехать Здесь в одно село Здесь бабушки есть Группа бабушек Евангельских Вот значит И они могут Значит Ну как у нас Примять И они будут Такие радостные Потому что Тут немало Кто заезжает Ну что ж Я бабушек люблю Заеду Конечно Давайте заедем Ну что ж Помолимся За них там Благословим их Хорошо Заехали А мы как раз заехали Там коров гнали Вот бабушки Нас не отпускают Давайте мы сейчас Быстренько сейчас Оповестим Короче И соберем всех Остальные там Православные бабушек Соберем Короче соберем Ну в кои-то веки Батюшка заехал Тем более с Киева Вообще Красота Значит ну ладно Оповестили Народ собрался Думали в хате сделать Куда там Уже народу много Во дворе Куда там Народ еще больше На улице прям Поставили эти Скамеечки там Табуреточки всякие Собралось бабушек Немеренно Вот значит Я там Речь Сказал там пламенную Там об Иисусе Все А Я среди прочего говорю Ну знаю Все там Себе на уме Люди все Вот Значит Бабушке говорю Бабуленьки Красотуленьки говорю Вот молитесь Николаю Годничку Они молимся Батюшка Говорю Не молитесь Больше Такая тишина Такая А молитесь Батушке Богородице Они так Уже осторожно Молимся Говорю Не молитесь Они так Знаете Может думать С Киев Может инвидей Как бы Батюшку Как бы Мы здесь Серость Как бы Не знаем Особенно ничего Да Вот Ну ладно Как бы Значит Это задолго Поцелую Еще было Вот Значит И Представляете Я там Ошарашил Несколько Такими Вопросами Вот И ответами Вот И Говорим Дальше А молитесь Господу Бого Они Фу Ну наконец Буду Молиться Может Как бы Ну прежде Я спала Немного Хоть Молитесь Господу Богу Говорю Вот Слышали Иисус Христос Ну конечно Так вот Во имя Иисуса Христа Молитесь Бог Наш Отец Короче Я мог Объяснил Ему Что един Бог Един Посредник Между Нашим Селом И Богом Иисус Христос Ну хорошо Хоть Батюшку Утешил Ладно Короче Я за них Стал молиться Вот уже Братья уже Говорят Что все Короче Пора уже Честь знать Помолился За эти бабушек И здесь У них Был Шум Начался У них Они же там Болячки Друг друга знают Понимаете ли И Одна бабушка Испугалась Даже Она стала Хорошо видеть Друг Значит Дальше Другая У некоторых На шее Какие-то Опухоли Ушли Прям на глазах Они В шоке Понимаете Когда-то В маленьком Коллективе Там они Друг друга Все знают Это Для них Было Шоком Ладно Мы уехали У меня Были Календари Нашей церкви Почему я вспомнил 2002 год Точно Календари Мы печатали Как раз На стены Календарь Насчет Нашей церкви И По центру Там Был Покорный Ваш слуга Во всех Регалиях Даже Не в Обуке А в Архиерейском Таком Облачении Ну вот Возьмите На память Радуйтесь Из Киева С любовью Короче Все Еду Потом Братья Рассказывают Я уже в Киев Был уже дома Они рассказывают Мне по телефону Звонят О там Такое было Говорит Потому что Пока мы в Харьпе были Потом отправили вас в Киев Короче Новости Пришли С того села Они Стали на другой день Там Узнавать Ведь бабушки Стали дома Проверять себя Короче То что нельзя было Проверить На публике Там Оказывается Там столько исцелений было Они короче Там Насчет Там У них Ажаташ Что-то Что-то Не то Что-то Такое Произошло У нас Необычно В себе И Одна бабушка Православная А Евангельская бабушка Одна зашла Значит Православной И Говорит Чего-то тебя Иконостатствуй Не убавляется А прибавляется С каждым разом Все А это Что Журавлев Она Короче Взяла Меня Вырезала Из календаря В рамочку И на стеночку А что Журавлев Помогает Короче Бабушка Одна Огород Большой Бросать Не хочет Его И Помогать Некому И я Утром Встаю Никакая Журавлев Помоги Мне Помогает До самого Вечера Мне с головой На огороде А я Потом В церкви Рассказывал Я Утром Посыпаюсь Как На мне Пахали Как будто Я На огород Пахать Надо Молоко Забреть Думать Да Думаю Реально Пахали Там Некому Да Ну ладно А И Это А это Евангельская бабушка Ей говорит Православная Слушай Ну а что журавлев Ты говорил Ты хоть Помнишь Ну что Не надо Молиться Тому 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 Даже Батерь Божий Молиться Только лишь Господу Богу Ну короче Она еле 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 Уговорила Ее Снять Не позволяй Снять Вот А я Потом Думаю Уже У себя В церкви Рассказываю Эта история Думаю Надо же Как Патки Люди По умолчанию Такая опция Стоит В нафиши Нашем Душе Злое Начало В христианстве Обычно Называется Пергородом Грехом Но Это действие Павшего Человека Змея И По умолчанию Такая опция Стоит Это Идолопоклонство Это Свойственное Естественное Человеку Поэтому Выходом Чтобы Избрать Другую Опцию Это Уже Сознательный Акт Нужен Веры Уверование В Господа Иисуса Христа И сказать Что ни в коем Другом Не в спасении Нет Другого Имени под небом Данного Человеком Нам Людям Мне Которым Я мог бы Спастись Которым Я спасен Которым Я спасаюсь И Жить уже По-новому Совершенно Слава Иисусу Пусть Господь Благословит вас Всех Друзья Братья Сестры Завтра Продолжим Готовьте Тоже Ваши Вопросы Завтра Расскажу Некоторые Такие Страшные Вещи А может Посмотрим У меня Всякого За пальцы Хватает Пусть Бог Благословит вас Всех И Благословляю Еще Кстати Еще Минуточку Все Кто Из Кто Был Вчера Большая Часть Ночью Кому Что Было На задание Наставление Откровение Какое-то Пока Помашите Ручками Просто Что-то Было Вы знаете Пусть Бог Всемогущий Сегодня Ночью Вразумит Тоже Наставит Даст Откровение Напишите Хотя бы Каратень Главное Записочку Черканите Не поленитесь И Те Кто Сегодня Тоже Ночью Что-то Вам Бог Вразумит Вас Чем-то Наставит Поделитесь Не стесняйтесь У меня Тоже Есть Некоторые Вопросы Просто Тоже Господа Есть На чем Размышлять Вот И Благоставляю Вас Словами Благоставения Священнического Пою На еврейском Языке Еврейский Я выучил Только за то Что Им говорил Сам Машех Сам Мессия Да Можно Перефразировать Маяковского Да Да Талантливый человек Только таланты Видите Они могут быть Как в добро Так и во зло Направлены Дай Боже Чтобы человеческий талант Бог Который нам Дал таланты Людям Человекам Чтобы они На добро Чтобы они На добро Были реализованы В царство Божье И в царство тьмы А в царство света В царство возлюбленного Господа Иисуса Христа Аминь 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 Аминь